Уважаемый Владимир Владимирович, мы родственники мобилизованных ребят 247-го полка города Ставрополь. Обращаемся лично к вам в связи со сложившейся ситуацией. Наши мужчины полгода находились на левом берегу Днепра от Херсона, на первой линии. Хотя документально они находились в Армянске. После взрыва Каховской ГЭС их расположение затопило. Затопило все, от обмунирования до боевых комплектов. Парней перевели на другое направление. Не до подохнуть отправили сразу в бой на первую линию. Без рации, бундирования, поддержки авиации и артиллерии. Уже в первые сутки их разбили. Есть много погибших и раненых. Но есть уцелевшие ребята, которые выходили на связь. Мы знаем, что они ранены, контужены. Им необходима медицинская помощь. Командование планирует и дальше отправлять остатки батальона в бой на первую линию. Мобилизованные не были в отпуске. При обращении по телефону в часть, одну из жен ответили, что весь полк пал на поле боя. Но мы знаем, что это не так. Они живы. По официальным данным, ребята находятся на третьей линии фронта. Но по факту их отправляют на линию соприкосновения, где постоянно проходят неравные столкновения мобилизованных против профессиональных иностранных наемников. После обращения в военную прокуратуру поступили угрозы от командира Ильяса. Помогите разобраться в данной ситуации. Дайте шанс на спасение наших мужей, отцов и братьев. Там, в данный момент, происходит ужасная несправедливость в наших детях. Мы просим вас помочь нам, потому что нам больше обратиться некому. Там идет моральное давление на наших детей. Но должен же кто-то быть сильнее тех людей, которые угрожают смертью нашим детям. Есть же матери, такие же, как мы. Мы не единственные. Их очень много там. Очень. Их почти 50 человек. Их ведут на убой. Как баранов. На минные поля с лопатами. Это же что ж такое творится. По федеральным данным, ребята находятся на третьей линии фронта. Но по факту, их отправляют каждый день на бессмысленный убой против иностранных наемников. В ночь с 25 на 26 батальон мобилизованных понес большие потери. Просим сохранить жизни оставшихся в живых мобилизованных мужчин и прекратить произвол полку. Слушать полку, как вы видите, нас не хотят. Ребятам сейчас поступает угроза. Власть у нас хорошая. Но из-за таких ситуаций, когда командование подает одни сведения, а по факту мы имеем другие, мы можем не выиграть войну с фашизмом. Помогите, пожалуйста, нам. Помогите, пожалуйста, нам. Помогите, пожалуйста, нам. Что-то мне слово не дали. Ваши ресурсианы, там полиция Гирькина. Отдел полиции не убрать людей. Мы хотим вопросы задать. Мы не на танке оружия, у нас нет. Мы не на танке оружия, у нас нет. Пожалуйста, можно я скажу, да? Можно подумать, с кем я могу разговаривать? С вами давайте, хорошо. Что вы хотите? Мы хотим поговорить. Прошу вас, сохраняйте спокойствие. Не давайте негодяям и сцепсоид, и нацистам пользоваться ситуацией. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...